Когда меня спрашивают, как человека с высшим экономическим образованием, что делать сейчас, что покупать, что продавать, как относиться к соотношению рубля, к остальным валютам, что там доллар, евро и так далее, я всегда говорю одно. Ребята, забудьте вы об этом. Рубль может стоить сколько угодно по отношению к доллару. Дело в том, что когда иена стоила, 1100 иен стоил один доллар в Италии, Андреана Челентано снимал великолепные фильмы вместе с Орлелой Мутей, мы их сейчас смотрим, и там нет ни малейшей тени какого-то ущербности или горя какого-то, но их что, 1100. По отношению к доллару он может рубль быть там, допустим, один к миллиону. Вам важно, что вы можете купить на свой рубль. Можете вы пойти купить буханку хлеба или нет. Вот и все. Остальные вас вообще не должны интересовать. Все соотношения валют – это все для экономистов. Оставьте им. Когда иена стоила там полторы, что ли, тысячи иен за доллар стоила, в этот момент было такое большое японское экономическое чудо. Это появление огромных концернов под названием Тойота, там Хонда. Они все развивались вот с таким соотношением. И Япония очень быстро дунула вверх. Так какая разница тогда? Ну пусть доллар стоит полторы тысячи рублей, да пусть уходит в 110 тысяч. Ну и что? Вас это никак не должно касаться. Ребята, смотрите, можете вы рассчитаться за хлеб своим рублем или нет. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.